Никита, как ты себя чувствуешь этот раз? Физически и психически? Отлично себя чувствую. Спасибо, что поинтересовались. Я чувствую себя здорово. Спасибо, что ты меня спросил. Мы провели отличный тренировочный лагерь. Мы подготовились во всех аспектах и готовы показать одно из лучших выступлений. Кэмп был очень хорошим. Мы сделали нашу лучшую. Мы готовы показать великую борьбу. Никита, я думаю, что кто-то спросил, что ты думал о Ванкувере, но ты был только один час, когда эта вопроса произошла. Как ты любишь в Ванкувере? Еще раз. О, извините. Он пришел вчера, мы спросили о Ванкувере, но он просто вышел. Сегодня, когда он был в Ванкувере, как он любит тебя? Ты только вчера прибыл. Как тебе в Ванкувер? Как ты себя чувствуешь? На самом деле, после вчерашнего интервью мы сразу отправились в отель. Поэтому в Ванкувер я наблюдал только из окна автобуса, но он напомнил мне большую Москву. В общем, в общем, вчера мы приехали, и мы приехали в отель. И я просто увидел, как в донувере, из окна автобуса. И в общем, это выглядит как Москва. Как мы сравнивали с Москвой. Никита, я хочу узнать, что ты говоришь о Москве, потому что я хочу узнать ваша оппония на Хабибе. Он просто против Порей, конечно. Он и Феидор – это два из самых лучших борьбов. Как ты считаешь, что они сравнивали с другими, и с их стартовой силой в России? Никита, хочу тебя спросить про Хабиба. Твое мнение, он недавно выиграл бой с Дастином Порье. Что ты можешь сказать о нем? Хабиб – великолепный боец. Он… Хабиб – великолепный файтер. Действительно, эра Федора Емельяненко прошла, и на смену ему появился новый боец, который… Ну, я считаю, он по праву может разделять первое место в рейтинге «Паунт фа Паунт» с Джоном Джонсом. Как вы видите, прекрасный момент Федора Емельяненко уже закончился. И Хабиб может показать новую эра борьбов. Да. Хабиб прошел Федора как лучший борьб из России? Я считаю, их нельзя сравнивать. Федор как первооткрыватель ММА для России и в целом в мире, Хабиб же выступает в новую эру, когда все бойцы выглядят абсолютно иначе. Поэтому для меня это несопоставимое. Мы можем сравнить Федор и Хабиб, потому что Федор был номер один человек, который начался в ММА и в UFC. Я считаю, что Федор все еще горит огонь. Но ему уже нечего доказывать и, как по мне, его приход в Беллатор больше связан с тем, чтобы продвинуть новое поколение своих воспитанников в мировой ММА. Но в целом, он не нужен для себя больше, потому что все готово. Он просто создает новую генерацию борьбов. Ты еще молодой, ты хочешь драться до такого возраста, как Емеляненко? Я хочу драться сейчас, и я не могу знать, что будет после этого моего боя, поэтому я так далеко не смотрю. Я хочу драться сейчас, и я не могу рассмотреть в будущем. Я не знаю, что случилось в этом борьбе или в следующем борьбе. Я просто хочу драться сейчас. Никита, ты сейчас 10-2, в твоей серии. Я не могу оценивать количество, которое могло бы быть. Я считаю, что меня достаточно большое количество людей поддерживает, и я не могу оценивать количество, которое могло бы быть. Я считаю, что есть хорошая поддержка от моих фанатов, и я не знаю, что это должно быть в другом ситуации. Но меня не сильно заботит внимание медиа к моей персоне, поэтому меня все устраивает. Я чувствую себя хорошо. Где вы думаете, что победа против Глова вы положите в лейт-хлевый дивизион? Потому что мы видим, что многие бойцы сейчас приходят в других дивизионах, получают титулные удары в три боя. Вы можете повторить? Где вы думаете, что победа против Глова вы положите в лейт-хлевый дивизион? Как ты считаешь, Гловер спустился в ниже вес? Один вопрос. Глова может составить здоровую конкуренцию, что показывают его предыдущие бои с молодыми бойцами. Поэтому, дай бог, чтобы он мог выступать до 50 лет. Я думаю, что он может быть хорошим победителем для всех. И я желаю ему сильной здоровой, чтобы он продолжить до 50 лет. Один вопрос. Есть много разговоров о Джон Джонсу в лейт-хлевый дивизион. Ты боролись в лейт-хлевый дивизион. Как вы думаете, что Джон Джонс будет делать? Много разговоров про Джон Джонс. Как ты себя чувствуешь в лейт-хлевый дивизион? Я понял. Я считаю, что Джон Джонс сможет себя также проявить очень ярко в супертяжелом весе. Но вряд ли его будут интересовать рейтинговые бои. Скорее, это бои с чемпионом, как по мне. Мне же вполне комфортно в полутяжелом весе. Кто знает, что будет в дальнейшем. Но пока мне хорошо в этой категории. Я думаю, что Джон Джонс чувствует себя очень хорошо в этом весе. Я не знаю, что будет происходить в будущем. Но для меня я чувствую себя хорошо в моей категории. И мы увидим, что будет происходить в будущем. Это все? Это все. Спасибо. Спасибо.